Здравствуй, дорогой друг! Рад тебя видеть на канале Жителя Земли. Мне часто задают вопрос, каким я вижу развитие событий в отношении так называемых ДНР-ЛНР, а также Крыма. Для этого я бы хотел сделать небольшой обзор истории, и думаю, там вы найдете ответ. После Второй мировой войны СССР и союзники разделили Германию между собой. Союзники создали ПРГ, Россия создала ГДР. Удивительно то, что была разделена не только Германия, но был разделен также Берлин. Берлин находился фактически внутри территории, которой владела Россия. Западная его часть долгое время не имела контакта с территорией, которой владели союзники. Поэтому все продукты, все вещи, стройматериалы приходилось завозить, а также вывозить мусор с помощью самолета. И несмотря на это, в западной части Берлина метро продолжало работать, а в восточной нет. Были известны тысячи случаев, когда люди из восточной Германии пытались бежать в западную. Но я не слышал ни об одном, чтобы человек из западной Германии пытался бежать в восточную. В ФРГ создали такие автомобили, как Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген. ГДР также создал свой автомобиль Трабант. И даже в России я не знаю ни одного человека, который бы мечтал о такой машине. Это инвалидная коляска с трехцилиндровым двигателем с корпусом из стекловолокна. Чуть позже подобное разделение произошло в Корее. Злобные пиндосы взяли под контроль южную часть, а добрая Россия взяла северную. И снова же, почему-то люди пытаются бежать из северной в южную, но человека, который бежал бы из южной в северную, найти не удалось. Затем была война с Грузией, когда Россия начала поддерживать Абхазию и Южную Осетию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот как выглядит процветающая под Россией Абхазия сегодня. В 1989 году подобное вооруженное противостояние было проведено Россией в Молдавии. Так появилась Приднестровская республика. На сегодняшний день житель любой прилегающий к этой зоне человек из Украины сможет сказать, сколько стоит паспорт Приднестровья и каким образом можно купить машину за очень небольшие деньги. Другими словами, единственное, чем сейчас занимается Приднестровская Молдавская республика, это нелегальные обороты, автомобили и других вещей. Поэтому, каким я вижу развитие так называемых ЛДНР и Крыма, это станут заброшенные запустевшие территории, будут процветать различные нелегальные виды бизнеса и повышаться криминальная составляющая. Насколько классно людям будет жить в этом русском мире, мне сложно ответить, но в конце хотелось бы рассказать небольшую поучительную историю. Давайте себе представим организацию, которая предлагает любому желающему бесплатно и качественно обучить любому выбранному языку, предоставить возможность переехать в любую страну мира и получить там работу, жилье, социальное и медицинское обеспечение и удобный досуг. Вопрос. Сколько, по-вашему, людей обратятся к этой организации, чтобы уехать из Америки, Канады, Германии в Россию? И второй вопрос. Сколько, по-вашему, обратились бы россиян к такой организации, чтобы уехать в Канаду, Америку, Германию? А на этом пока всего доброго. С вами был Житель Земли. До новых встреч!